С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Детский отдых должен быть безопасным не только в лагерях, но и во дворе. Так считают активисты Общероссийского народного фронта. Общественники провели рейд по детским площадкам города и выявили небезопасные места досуга. Детская площадка у окружного тубзиспансера – единственная игровая зона для ребят, которые проходят здесь лечение. В основном это дети от 2 до 13 лет. Как выяснили члены Общероссийского народного фронта, на игровой площадке особо не поиграть ни малышам, ни школьникам. На низких качелях можно травмировать ноги, а из короба для песочницы торчат гвозди. Ничего не надо было этого допускать. Уйдет ли это? Где у вас новый песок здесь? Ну вот это чего такое? Я вот сразу вижу, что дети, которые у вас на лечении, они вам не стали родными. Перевести в порядок игровую зону можно и без больших затрат, считают активисты ОНФ. Было бы желание. Исполняющий обязанности заведующего детским отделением тубзиспансера Джарахум Раджабов попросил поддержки в благоустройстве территории. Беседку, чтобы и летом под тенечком, и зимой, чтобы снег не попадал. Конечно. Вот на 17-й год в ваш бюджет, вот это и будет заложено, что здесь появятся вот эти веранды, рекреации, где дети со слабленным здоровьем, и в дождь могли пройти погулять. Также гости предложили свою помощь организации досуга детей. Например, вывозить группы на экскурсии в музеи и выставки. Мы за то, чтобы дети получали достойную жизнь, даже пускай в стенах тубзиспансера. У них должна быть своя игровая хорошая площадка, потому что дальше неё они не выходят. У них нет своего автобуса, куда бы их свозили, даже куда-то в город, на выставку или на детский праздник. В непригодном состоянии находится и одна из немногочисленных футбольных площадок в Качгарте. В прошлом году сотрудники чистого города установили там ворота и поставили ограждение. Вот только специального покрытия не предусмотрели. Дети гоняют мяч и играют на песке, где полно камней и стекол. А вот здесь вот по проекту планируется бетонная подушка и травмобезопасное покрытие. На сегодня средств нет. И вот мы пытаемся добиться, чтобы средства нашли и сделали всё-таки детям площадку полноценную. По словам Виктора Синявина, большинство проверенных общественниками спортивных и детских площадок находятся в удовлетворительном состоянии. Замечания не будут работать обслуживающие организации. Дмитрий Марков, Антон Водряков, Телеканал Север. 9,5 миллионов рублей выплачено многодетным семьям для подготовки детей к школе. Материальную поддержку уже получили 124 семьи, в которых есть школьники, абитуриенты и студенты. За счёт выделенных округом средств семья может приобрести зимнюю одежду, обувь, школьную и спортивную форму. В 2016 году администрации региона был утверждён перечень товаров, который поможет родителям сориентироваться, что и в каком количестве можно приобрести за счёт материальной поддержки. Напомним, её получают окружные многодетные семьи, чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. В 2016 году ежегодная компенсационная выплата на каждого школьника или студента составила 18 225 рублей. По данным отделения социальной защиты, компенсационную выплату уже получили 124 заявителя на 527 детей. Документы на получение данной меры социальной поддержки будут принимать до 20 сентября в отделении социальной защиты. Общественно-политическую газету Заполярного района «Заполярный Вестник плюс» закрывают. Такое решение принято на очередном заседании администрации округа под председательством первого заместителя губернатора Михаила Васильева. Газета издается с 2013 года с периодичностью один раз в две недели. Причина закрытия районного издания – отсутствие необходимости выпуска. Также на заседании рассмотрели вопрос о разгрузке дорожной сети поселка Искателей. Для этого необходимо реконструировать дорогу монтажников «Угольная» с участком строительства по улице Губкина. Реализация проекта предусмотрена на 2016-2018 годы. Стоимость проекта – 307 миллионов рублей. Данная дорога позволит разгрузить дорогу на поселок Искателей, соответственно, и увеличить межремонтный период. Также обеспечить подъезд к строящимся домам по улице Тиманской и обеспечить подъезд к нефтяным базам. Это база авиотряда и немецкой нефтяной компании. Также государственное унитарное предприятие «Наринмар-Дориемстрой» в следующем году планирует получить субсидию из федерального бюджета. На продолжение строительства дороги на «Наринмар-Усинск» и на реконструкцию и ремонт городских трасс. Речь идет о сумме 828 миллионов рублей. На развитие инициативы жителей села и повышение гражданской активности. В Департаменте региональной политики стартовал конкурс грантов для некоммерческих организаций. Безопасность превыше всего. Спасатели и сотрудники полиции напоминают о правилах поведения на воде и мерах безопасности. Сельские некоммерческие организации получат финансовую поддержку. В Ненецком округе объявлен второй в этом году конкурс грантов для НКО. В числе приоритетных проектов – развитие общественных инициатив и гражданской активности населения в сельской местности. Общий размер финансирования – 3 миллиона рублей. Авторы лучших проектов на реализацию своих идей получат до 300 тысяч рублей. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется в рамках мероприятий государственной программы Ненецкого округа реализации региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации. На сегодняшний день за счет бюджета Ненецкого округа были поддержаны 24 социально ориентированные некоммерческие организации. На реализацию всех проектов было направлено более 6 миллионов рублей. Кроме того, НКО получит материальную поддержку на организацию деятельности и обучение сотрудников. На эти цели было выделено 15 субсидий на общую сумму 800 тысяч рублей. Практически все некоммерческие организации свои проекты, которые они приносили, они тщательно прорабатывали. Очень тщательно прорабатывали. И комиссия конкурсная, она учитывала и участие в предыдущих годах, и социально ориентированность проектов, и максимальное вовлечение людей в эти проекты, жителей нашего округа. В апреле и июне Департамент региональной политики также проводил конкурсы грантов и субсидий. Окружную поддержку на реализацию социально значимых инициатив получили 20 проектов, среди которых Ненецкая окружная и общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 300 тысяч рублей гранта пошли на реализацию проекта «Поклонимся великим тем годам». Конечно, самое важное – это морально-психологическая поддержка ветеранов с ограниченной возможностью. Это посещение людей, которые уже не в состоянии пойти на какие-то мероприятия. Это и в праздничные дни, это и в дни рождения, в их юбилейные даты. Как-то прийти поприветствовать людей, пошлить их, какие-то подарочки вручить. То есть дать понять о том, что их труд до сих пор люди помнят и будут помнить всегда. Сегодня на территории Ненецкого округа зарегистрировано 166 некоммерческих организаций, в числе которых 71 общественная организация, 17 общин коренных малочисленных народов, 18 профессиональных союзов и 42 некоммерческие организации иных организационно-правовых форм. Заявки на следующий конкурс грантов уже принимает Департамент региональной политики. Приоритетное направление, которое получит окружную поддержку, развитие общественных инициатив и гражданской активности населения на сельских территориях. Прием заявок продлится по 8 августа включительно. Результаты конкурса будут известны до 23 августа и размещены на официальном сайте Департамента региональной политики Ненецкого округа. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Ненецком округе объявлен конкурс для лидеров волонтерских организаций. С 18 июля по 7 октября в регионе будет проходить окружной конкурс «Доброволец года» – региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России-2016». Принять участие в конкурсе могут лидеры и руководители добровольческих, волонтерских, некоммерческих организаций и объединений в возрасте от 14 до 30 лет. Конкурс проводится по семи направлениям добровольчества – событийное, социальное, медицинское, инклюзивное, культурное волонтерство, волонтерство победы и волонтерство в чрезвычайных ситуациях. Победители будут выявлены в рамках двух этапов. На заочном туре конкурсантам необходимо представить пакет документов о своей волонтерской деятельности и рассказать о себе. «Доброволец года» проводится в Ненецком округе в третий раз. На федеральном этапе впервые проект из Ненецкого округа был представлен в 2015 году Екатериной Тарасовой. По данным регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи, в округе действует 21 волонтерское объединение в Наринмаре, поселках Искателей, Красное, Коткино и Харута. Ненецкого округа В летний период сотрудники полиции обращают внимание жителей и гостей округа о необходимости соблюдения мер безопасности на воде. В целях проведения безопасного отдыха необходимо соблюдать общепринятые правила. Не употреблять спиртные напитки при купании. Не оставлять детей без присмотра. Купаться только в разрешенных местах. Несмотря на запрет купания на самоорганизованных пляжах, жители города и населенных пунктов продолжают проводить жаркие часы у водоемов. В связи с этим сотрудники МЧС России по Ненецкому округу регулярно патрулируют популярные у населения водоемы. «Хотелось бы обратить внимание взрослых, что когда купаются дети, нужно максимальное внимание. Для того, чтобы произошла трагедия, хватит ровно одной секунды. Потому что когда человек тонет и кричит, значит, еще не все так фатально. Потому что дыхание – это основная у нас функция. И когда человек кричит, он еще дышит. По-настоящему человек тонет молча. То есть вы даже не сможете толком и определить, что это уже все произошло. Вы только хватитесь, а уже никого не будет. Поэтому внимание, еще раз внимание, закупающимися, особенно детьми». Напомню, в случае непредвиденных ситуаций необходимо связаться со спасателями по единому телефону службы 112. Дмитрий Марков, Антон Водряков, Телеканал «Север». Новые впечатления для жителей и гостей Заполярия. Центр арктического туризма разработал новые маршруты для летнего и семейного отдыха, а также туры выходного дня. 18 новых маршрутов жителям и гостям Ненецкого округа предлагает Центр арктического туризма. Шесть направлений ориентированы на летний отдых. Их в два раза больше – 12 туристических продуктов – предложат исследователям Заполярия зимой. В числе новинок от турцентра – однодневный или двухдневный водный маршрут к Дедовским озерам, где можно полюбоваться природой Ненецкой тундры, порыбачить и заняться сбором дикоросов. Одними из первых новые туры опробовала наша съемочная группа. Поездки на Дедовские озера пользуются популярностью у жителей округа. Сотрудники Центра арктического туризма разработали обновленный маршрут специально для семейного отдыха. Я его отношу как к категории релакс-туров, то есть абсолютно без нагрузки выехать на природу, получить заряд бодрости, энергии от данной местности, от природы, от ее красот, от элементарных забросов спиннинга на такие рыбы, как щука, плотва, окунь. Старт у озера Харитонова. Туристы отправляются в поездку на надувной лодке, оборудованной спасательными жилетами. Впереди полуторачасовая водная прогулка. Сначала по реке Куя, а затем по каждому из трех озер, которые носят название Дедовских. По пути можно встретить и местных жителей, для которых озера – излюбленное место рыбалки. А вы часто здесь бываете? Очень часто. Как только в свободное время, так и здесь. Много поймали? Нет, небольшой улов. Сопровождают группу инструктор и водители лодки. В пути туристы слушают рассказ о природе округа, о животных и растениях, которые встречаются в этой местности. Программа тура на Дедовские озера – самая разнообразная. Здесь можно искупаться, подышать целебным воздухом, пособирать ягоды – морожку, смородину, голубель. Можно порыбачить на утренней или вечерней зорке. А желающие остаться на все выходные на Дедовских озерах могут остановиться в избушке, в которой есть все необходимое для комфортного отдыха. Мария Романчук много путешествует по Нинницкому округу. На Дедовские озера она приезжала еще ребенком. Как утверждает гид, здесь каждый турист найдет себе занятие по вкусу. Само по себе озеро Дедовское уникально, так как оно образовано в последниковый период, о чем свидетельствует и галька по берегам озера, и вся местность, по пути которого проходят маршруты на озеро Дедовское, это и река Акуя, и Дедовское виско, само озеро. Здесь очень интересная природа, традиционная классическая тундра сочетается с прибрежными поймами, с ельниками, барами. Здесь на самом деле очень красиво, и любой, кто сюда приезжал хоть раз, запоминал это место и стремится попасть снова. В лесу можно увидеть следы животных – медведей, лосей и зайцев. На озере обитают выдры и андатры. Проплывая озеро на лодке, турист окунется в нетронутый человеком мир природы, полюбуется пролетающими над головой птицами, сквозь прозрачную воду понаблюдает за мальками рыб. Живописный пейзаж, водная гладь и ароматы трав. Такая поездка никого не оставит равнодушным. Резиновая лодка вмещает до шести человек, поэтому такой тур идеален для семей с детьми. В процессе поездки можно получить и долю экстрима, например, попав по теплой летней дождь и пробираясь через настоящие северные джунгли. Подготовка к подобному отдыху не займет много времени. С собой необходимо взять только термос, бутерброды и средства от насекомых. Подать заявку на тур можно всего за три дня до планируемой поездки. Узнать больше об арктическом туризме теперь можно на обновленном сайте visitnow.ru. Портал имеет простую структуру, состоит из шести разделов. Например, Неецкий округ, что посмотреть, чем заняться. Один из разделов сайта представляет собой набор туров и экскурсий по региону. Там все туры размещены сразу со стоимостью на одного человека. Чего раньше не было, сейчас стало очень удобным. То есть можно посмотреть, что по карману, что не по карману, выбрать. Под каждым туром есть контакты туроператора, можно позвонить или написать. В разделе Ненецкий округ собрана информация о регионе, культура, быт и традиции ненецкого народа, погода и климат, а также фото и видеогалереи, которые дадут туристам представление об округе. В этом же разделе представлены новости арктического туризма и туриндустрии.